Дорогие друзья, дорогие любители поклонники Generals Zero Hour Подписываться на канал и самое главное помнить, что только благодаря вам нас становится больше и наша любимая игра становится популярнее Но на ваших экранах карта Naturalzers Да, интересное, конечно, название карты Многие любят шутить, да, по поводу названия Natural, не Natural, да, если не играешь не Natural, т.д. и т.п. Но я не люблю эту карту, честно, она мне не нравится, вот именно если играть, а смотреть обожаю Тем более, когда играет две легенды Generals Zero Hour Снизу начинает глава Нила Экс, Каал, его соперник Биг Сайз, Китай Пехота Данный матч проводился в рамках челленджа на 50 долларов Именно матч, то есть это одна игра из этого огромного матча Я вам в конце, естественно, скажу, какой тут был счет Ну и поехали, поехали В центр сразу врезается Сайз со своим суплаем Получается два ресурсных центра со старта Казарма, военный завод, все стандартно И Дозер полез еще куда-то наглее в бункер ставит Неужели и эти коробочки решил под себя замять Вообще считается, что на данной карте у Глашника всегда больше, скажем так, пик спертивы Даже если вспомнить финальный бой мировой серии Здесь играл же Экскала против Бойки То они тоже за Гла Пехов здесь побеждали То есть, ну, тянущие бои тяжелые, но Гла обычно вывозят Сразу же захват вышек от Экскала Интересный момент, два ресурсных центра Пока только захват произведен справа Слева вышку он не трогал, хотя мог бы И первый авантпост от Сайза Тут же встречаются ракетчики Да, и кто не знает, кто вообще такие Сайз, кто такие Экскал Чтобы вы понимали, это Сайз, трехкратный чемпион мира Победитель мировой серии Еще нету таких ребят, которые выиграли бы хотя бы два раза мировой серии Есть только Сайз, который сделал это три раза И Экскала, Экскала это самый первый победитель мировой серии 2010 года Она началась Поэтому легенда, друзья, легенда Экскала, кстати, в 2020 году вернулся Через 10 лет и сразу же попал в финал, где проиграл Бойки Хорошая техничка заехала Не получилось вырубиться полтраки На минках ракетчики здесь спотыкаются Кстати, смогли дальше пробежать Но самая главная задача, наверное, сейчас Сайз ускорить свой дозер Потому что Экскала, он славится Он славится тем, что любит дозер хантить И это ни в коем случае неплохо Это все-таки токсическое решение И оно зачастую работает И немногие об этом, кстати, вспоминают Когда играют хорошо, разбирают пехоты Здесь квады Причем достаточно хорошо Заблудились ребята, но убили И слева Рабик подбирается К левому суплаю Сайза Который по праву принадлежит ему Но он, кстати, может и в центре суплая Спокойно тыкать, пока у него два дозера Еще живые И вообще есть такая интересная штука Например, спрятать здесь строителей И вот здесь как бы бункер поставить Да, чтобы к нему не подошли То есть пеху в этом плане намного проще У него бункера автоматически минами окружаются Если еще и мини-ганеры с ракетчиком туда посадить Тут дозеры могут быть живые Так, разрушается слева, кстати, норка Все-таки Экскал захватил вышку Опять же, если вы не обратили внимание на табло У нас Экскал это Великобритания И Сайз Дачанин из Дании Убирается слева Арабик И все-таки китает себе третий ресурсный центр Даже четвертый будет устанавливать Уж слишком Слишком свободно начинает Сайз И почему-то Экскал Как-то слабо ему мешает Вот он сейчас пытается слева И не получается Опять же, плюс работает дракон Шикарно Сайз отыгрывает слева фланга Шикарно забирает центр Но здесь минус дозер Ракетчики приехали Плюс бегают подрывники И минус уплай Нет, не получилось сделать минус уплай Но дозер хан состоялся Остался последний дозер сайза Его нужно срочно прятать И я думаю, что как можно быстрее Отстраивать командный центр Но техничка просто шикарная Зашла королевская Да, подорвали центральный Суплай наглый Четвертый И сделали еще минус опалтрак И минус дозер То есть получается пока Здесь сайз слева фланга отвлекался Происходили боевые действия Просто врывается в центр Экскал И забирает очень важные юниты Да, остался один подрывничок Пошел своим ходом Но здесь есть бункер Я не уверен, что там сидит мини-ганер Который остановит этого подрывника Да, туда только Ракетчик сел Он один шмаляет И слушайте Сопалтрак сейчас подвергается опасности По центру пошло два поста Подрывники От Экскала спамятся Опасные ребята И здесь, кстати Да, ну неужели так просто минус сопалтрак Совершенно точно, друзья И команда центра от сайза Да, все-таки он это делает И какая техничка от Экскала Но кто ж если не Экскал Да, делает свое любимое Дело мне сразу Вспоминается бой с мировой серии Где сражался Экскал против Крейзи Как раз таки они играли на пустыне Там Крейзи давил Экскала Давил причем жестко И все зарешал именно Дозер Хант Тогда и проиграл пехотник Потому что проиграл два бульдозера Получается, что у нас все Сайз остается без Дозеров Минус электростанция Теперь его войска будут делаться Мега медленно Да, и конечно шансы Просто намного сокращаются Хотя вот пехотник Очень даже неплохо прорвался Справа фланга Поглядите Здесь можно уничтожать Один ресурсный центр Но дворец практически уже Экскал достроил А значит выйдет Джармен Кэл Но в такой ситуации Я думаю, что любой эксперт Наверное уже поставит В пользу Экскала Конечно же Скажем так 80 на 20 Потому что, ну тяжело Тяжело Пеху с такой ситуацией выбираться Он остался без электростанции У него работают Три ресурсных центра Даже два ресурсных центра В центре убили И в общем спамить Остается только с одного завода И казармы Причем спам Мега медленный Но посмотрим Придумает ли что-то с Айз Или все-таки Экскал свое дожмет Свое дожмет Потому что сейчас Дядя Коля выйдет Все обстраивается Естественно на раме Все, что нужно Глажнику просто терпеть Терпеть, когда либо Закончится ресурс у Китая Либо просто контратаковать Например Посмотрите Убертичка Тайц Это очень плохо И завод уже ранен На половину ХП Немножко добить осталось То есть одна любая техничка С ракетчиками приезжает Минус военный завод И тогда Сайз уже точно Может сдаваться Но войск Кстати, хватает Здесь Экскалу У него Крупная достаточно Пачка квадов скопилась Плюс есть одна Убертич Дворец уже не пустой Там сидит пехота Ну и в общем-то Ждем дядю Колю Пока я дядю Колю не видел Казарма есть У Экскала Правда ему не дают Сыграть свой Во второй Суплай Сайз здесь контролит территорию Также Сайз Подступает С левого фланга И поехала Убертич Которая тут же Словилась Да, с ракетчиками Возможно хотел пройти Через левый фланг И подобраться К этому военному заводу Но нет Сайз накрывает И там И сям Дорогие друзья Джармен Кэл Уже получает Одну лычку Отработал свою Убил пехоту Здесь пачка квадов На помощь Минус один Ванпост Пока без проблем Гла вообще Абсолютно Отбивается И шикарный Дракон зашел От Сайза Сразу продается Единственный ресурсный центр Как же так И минус Казарма Минус военный завод Еще один дракон Он подошел Боже мой Шикарный дракон От Сайза И неужели Это минус Последний дворец Остается Дворец Уничтожается Джармен Кэл В полуогна Подходит Точно собой Рискуя Минус дворец Каркас Уплай Отстраивается Еще есть юниты У Экскала Фух Просто невероятно Какой прессинг От Сайза Он смог это сделать Но Экскал Не сдается Джармен Кэл Уже с двумя лычками И очень опасные Ракетчики бегают Ну все Все Последнее здание Отрабатывайте Это Коля Квады выходят Еще один каркас Здание справа Есть аванпост Нет Боится Отходит Отходит Сайз Понимает Прекрасно Что все таки Можно зацепиться За эту игру Да он в принципе Уже сломал Можно сказать Экскала Но не до конца У Экскала Есть очень важные Юниты Ракетчики И Джармен Кэл Конечно же Плюс к этому Квады Двухлычковый Трехлычковый Джармен Кэл Посмотрите Кэшбаунти Третий ранг Экскала Он делал каркас Командного центра Я видел Жесть Получается у нас Теперь глаз зарабатывать Не только на Суплая Но и на убийстве врага У Сайз За четвертый ранг Но нет командного центра У него не будет Никаких повышений Просто невероятно Вот вам и карта В пользу Гла Пехотник остался В такой ситуации Сейчас имеет Еще все шансы Но если он Хоть на миг Отпустит Экскала И тот переберется Во второй Суплай То это скорее всего Уже будет Без Как-то Без поворота Скажем так Для Китая Отстраиваются Новые норки Опять Опять остался Один ресурсный центр Диарминкал Просто вырубает всех Просто огромные деньги Он Сейчас для Гла Добывает Невероятно Но нужно отстроить Военный завод Побольше норок И я думаю Что Можно Можно будет Довести этого До победного Можно будет сделать Экскалу Супер камбэк Сначала Казалось бы Сделал Супер камбэк Сам Сайз Да Когда после Потери дозеров Потери электростанции Смог прожать Но вот сейчас Большой дачанин Немножко встал Встал Конечно Нужно подумать Военный завод Отстраивается Плохо Аванпост Себе Гла Отхватит На тоненькой Ниточке Здесь Да В какой-то момент Был один каркас Суплая И могло быть GG Но нет Ракетчики Отрабатывают Также норка Здесь помогает Джарминкэл Вырубает Просто все Что можно Но вот Казарме Ребята подобрались Смогут ее и вырубить Джарминкэл С тремя лыточками Очень быстро Перезарядится Прямо невероятно Быстро Аванпосты Что у нас У Сайза Так Квады здесь сливаются Что у Сайза Здесь по карте Он уже С центра Деньги копает Да Его ресурсные Центра справа Уже истощились Прошел один Аванпост Пустой по Рабикам Но деньги есть У Искала Джарминкэл Очень много денег Зарабатывает По 30 баксов За каждого убитого Невероятно Да И опять же Друзья Отстоял Отстоял Глаз Мог он это сделать Каркас Командного центра Как обидно На 90% Естественно Если бы все таки Сайз отстроил Этот КЦ То он уже Здесь без вопросов Стал бы победителем Но увы Но увы Так как Искал Грамотно Задозер Хантил Теперь Большие вопросы Живет свободно Вроде бы Перестал Сайз давить Он С правого фланга Опять Свою пачку Преподносит Но это Дядя Коля Просто пол игры Делает Невероятно Минус Слева Аванпост Сам имеет Аванпост Искал Так Все Пошел прорыв Ракетчики Вылезают Из туннеля Военный завод По всей видимости Минусуется Вылезает Пацаны Но нету Дядя Коля Куда Дядя Коля Сейчас будет Отстреливать Минус Военный завод Опять Одно здание Остается Отстраивается Каркас Казармы Просто невероятно Ну не получается Не получается Додавить Здесь Искала Жесть Он выживает Ну просто Жесть Просто Невероятно Как боженько Что ж ты скажешь Опять был Каркас Командова В центре Непонятно Зачем Вроде бы Он был Перед этим А значит Кэш баунти Он так и сохранился Кстати Четвертого ранга Уже Кэш баунти Еще больше будет Иметь Гла Денег Ну и Что касается Сайса Тот Конечно Божественно Просто божественно Камбэкнул Против потери Дозеров Я не знаю Другой Любой игрок Который Не особо Стрессоустойчив Уже конечно Морально сдался После потери Дозеров С Гла Против Искали Но не Сайс Сайс пошел Опять давить Опять Дракон слева Здесь ракетчики Справа разбирают Заходит Парень Жарить Да Вкусные Получатся Шашлычки Из рабиков Но каркас Опять ставит Каркас ставит Искал Деньги есть Суплай ставит Джармен Кэл Все еще живой Осталось Два поставить Дракон Заезжает снизу Это последнее здание Нужно срочно Что-то еще отстраивать Нет Испугался дракон Дальше лезть Испугался Джармен Кэл По всей видимости Тому сложно конечно Достать Отменяется Суплай Строится казарма Джармен будет в тыл Скорее всего заходить Уходит дракон Посмотрите Ну и Джармен Также обходит Так Минус танк Дракон Не ну Если Искал Такой бой потачит Это конечно Что-то с чем-то будет Ой-ой-ой Дракон захватился Еще один дракон Бьется ракетчиками Отстраивается Все-таки Суплай Джармен Кэл На защите Можно вырубать Справа Авантпост Неужели он еще Не перезарядился Нет Все-таки перезарядился Минус Минус полностью Пост Справа фланга Я слева сказал Справа Слева подходят Еще четыре поста Дракон пытался Но не смог Один пост Каленый Так Неужели ракетчиков Не осталось У Искала Но зато Джармен Кэл Живой Джармен Кэл Самый опасный Юнит Гла Два Два каленых Поста Ой-ой-ой Из-за рабочего Сам себя ударил Пост Жесть Шикарный рабочий Так Погоня За дядя Колей На самом деле Еще рабочий Забрал Ванпост Да как же так-то Рабочими Отбивается Искал Невероятно Ииии Догоняет Николая Но на этом Я думаю Джи-джи Сдаётся Экскал Дрэй Друзья И красивая победа От Китай Пехоты Несмотря на то Что остался Без бульдозеров И без электростанции Что очень важно Я вам сообщаю Счет этого матча 8-7 Победил Экскал В конце концов При этом матче Сейчас был счет 6-6 То есть получается После этой победы Сайс сделал 7-6 Невероятная победа Я смотрел этот бой В прямом эфире Вместе с вами Я думаю Что кто-то его вспомнил Кто-то только что увидел И вам понравилось Но в любом случае Дорогие друзья Оставляйте свои комментарии Конечно же Ставьте лайки Подписывайтесь на канал Не забывайте про группу Вконтакте И Дискорд канал Ну а я с вами Не прощаюсь